В Греции продолжается неделя протестов против сокращения бюджета. В четверг на улице Афин вышли психиатры, инвалиды и фермеры. Врачи обосновались у здания Министерства здравоохранения. Они негодуют по поводу сокращения финансирования психиатрических клиник и больниц, которые, по их словам, сегодня необходимы как никогда. «В этой стране психиатрия оказалась без финансирования. Во времена, когда граждане особенно нуждаются в психологической поддержке, правительство решило урезать средства на психиатрию на 50%. Это приведёт к закрытию психиатрических клиник, в которые за последние шесть месяцев не поступило ни одного евро. Это означает, что на улице окажутся три тысячи сотрудников психиатрических клиник и 1600 пациентов». Между тем, люди с ограниченными возможностями здоровья расположились у Министерства финансов. Они тоже протестуют против урезания бюджета, только уже для категории населения с особыми потребностями. Эти люди опасаются, что их и так небольшие ежемесячные пенсии в размере 640 евро могут сократить ещё на 100 евро. «Инвалиды не могут взвалить на себя бремя пакета помощи со стороны ЕС, а также банкротство Греции. У нас есть определённые потребности, и нас нельзя толкать в пропасть». Правительство также планирует установить более жёсткие правила проверки, действительно ли человек является инвалидом или же симулирует для получения выплат от государства. К людям на колясках присоединились и фермеры, которые занимаются производством молока и разведением скота. Они говорят, что повышающиеся цены приводят к сокращению их доходов. «При цене, по которой мы продаём нашу продукцию и стоимости корма для скота, у нас нет никакого стимула этим заниматься. Цена на их еду превышает прибыль. Что нам делать с животными? Мы или умрём с голода, или убьём и продадим животных». За последние несколько дней в Греции также протестовали учителя, врачи, профессора университетов и госслужащие. Своё недовольство выразили даже полицейские. До 2014 года правительство планируют сократить бюджет на 12 миллиардов евро. В обмен на это оно получит очередной пакет помощи от международных кредиторов. На данный момент Афины продолжают оговаривать условия помощи с Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Центробанком.